Родился я в городе Зырьяновске, восточно-казахстанской области. Мои родители были необращенными, но по-своему верили в Бога. Мы жили в селе Маяк, в семи километрах от города. Детей в нашей семье росло пятеро. Всегда с теплотой в сердце вспоминаю свое детство, потому что особенно запомнилось, как вечерами, обычно зимними, мы собирались все вместе за столом и лепили пельмени. Во время работы мама рассказывала нам много историй из своей жизни. Наше воспитание было очень хорошим. Думаю, во многом это заслуга нашей верующей бабушки, которая всегда жила с нами. Она была членом церкви баптистов и водила нас на собрания. Я хорошо помню, как проходили богослужения в частных домах. Нередко туда приходили учителя из школ и уполномоченный по делам религий в нашем городе. Еще запомнилось, что нас часто кормили на дорогу. Эта забота и любовь верующих и сегодня вызывает у меня приятные чувства. Учился я в Усть, Каменогорске. В армию пошел служить необращенным, но часто вспоминал собрания. К тому же мне писали письма верующие друзья из Зарьяновска и даже старец служитель. Это было так дорого для меня. И если я от кого-то из солдат слышал плохое о верующих, то всегда ревностно их защищал. После армии я устроился на работу в шахту подземным электрослесарем. Там мне приходилось быть свидетелем многих смертей. Умирали и молодые, и пожилые. Бабушка в таких случаях всегда меня предупреждала. Смотри, не покаешься, навеки погибнешь. Собрания я посещал, хоть и редко, но всегда удивлялся, с какой неподдельной любовью верующие встречали меня и провожали. Сердечное отношение ко мне так обжигало мое сердце и совесть, что я понял, мне нужно выбирать или покаяние, а вместе с ним радость, порядочная жизнь со смыслом и целью и вечное спасение. Или отвержение Бога и разбитая жизнь, ничего не обещающая будущность, а в конце вечная погибель. Несколько воскресений подряд я шел на собрание с намерением покаяться, но решиться не мог. Возвращаясь домой, сожалел и даже плакал от беспомощности. Бабушка в это время уже не могла сама ходить на собрание, и ее посещали верующие на дому. Когда я возвращался с богослужения, она спрашивала у меня, кто говорил проповедь и о чем, кто покаялся. И я все подробно ей рассказывал. В очередной раз, придя с собрания домой, я, как обычно, пошел к бабушке рассказывать, как прошло богослужение. Первым делом я сказал, отгадайте, кто покаялся. Ваш внук и тетя Аня. Я покаялся вместе со своей тетей, старшей дочерью бабушки. От радости бабушка заплакала и стала славить Бога. После меня и моей тете покаялась моя мама и младшая сестренка. Очень часто приходилось слышать, как бабушка молилась о покаянии дочерей и внуков. На эти молитвы Бог отвечал даже после смерти бабушки. На ее похоронах покаялась ее младшая дочь, а через время обратились к Богу и остальные две дочери. Вскоре, летом 1991 года, я женился. Моя жена Оля из верующей семьи. Жили мы с ней в селе. В воскресенье утром мы обычно ездили на собрания в город, а вечером собирались в селе. В нашей группе было 10 членов церкви. В Зарьяновске я был руководителем молодежи, проповедовал, а в нашем селе был ответственным за группу. Мы с Олей любили церковь. Нам очень нравилось быть на больших собраниях, поэтому мы искали возможность переехать в город. Да и на богослужение добираться легче. Мы предпринимали несколько попыток приобрести жилье в городе, но все было безуспешно. Как-то раз мы с Олей прочитали в сибирских Нивах свидетельство Елисаевых о том, как они переехали из Кемерово в Канск для служения. Это свидетельство произвело на нас сильное впечатление. Мы почти одновременно поделились друг с другом желанием поехать в какое-нибудь место для труда, если церковь усмотрит. В это время образовалось много новых групп и была большая нужда в том, чтобы кто-то переезжал туда для служения. О своем желании мы сказали служителям. На тот момент семья у нас была уже не маленькой и переселить нас было не так легко, но братья порассуждали и решили отправить нас в Усть-Каменогорск. Где-то в это время я попал на пресвитерскую конференцию в Благовещенку, Алтайский край. В перерыве я подошел к братьям из Павлодарской церкви. Они рассуждали о группе верующих в семью Палатинске. Хотим переселить туда две семьи. Одну уже нашли, а кто еще может поехать, не знаем. Тут я говорю. У меня тоже новость. Нашу семью переселяют в Усть-Каменогорск. Братья хотят, чтобы я там нес пресвитерское служение. А другой брат, который уже переехал туда, будет благовестником. Незадолго до этого Зарьяновская церковь избрала меня кандидатом на служителя. Павлодарские братья чуть ли не в один голос запротестовали. И не слишком ли много? Сразу два служителя в Усть-Каменогорск. Давай, Виктор, держи ориентир на Семипалатинск. Там большая нужда в тружениках. Нет, братья, сразу отказался я. Вы уже поищите кого-нибудь другого. Одну же семью нашли. А у нас в церкви вопрос моего переезда в Усть-Каменогорск уже почти решен. Братья сказали, что будут молиться о нашей семье. Приехав домой, я рассказала об этом разговоре жене. На следующее утро она говорит, мне кажется, мы поедем не в Усть-Каменогорск, а в Семипалатинск. Я стал ее успокаивать. Ведь это только разговор был, не больше. Да и вообще, зачем нам ехать куда-то в степь? Там почти 90% казахов. А Усть-Каменогорск знакомый город. И от родной церкви не так далеко. Вскоре к нам в церковь приехали служители для того, чтобы провести очищение освящения. Беседуя со мной и Олей, братья коснулись вопроса переезда. Вообще-то вам решать, но нам кажется, что будет лучше, если вы переедете в Семипалатинск. Там большая зарегистрированная церковь, и многие расположены перейти к нам в братство. После беседы мы встали перед выбором, быть там, где мы хотим, или там, куда просят поехать братья. Мы много молились и в конце концов дали согласие на переезд в Семипалатинск. Вскоре в церкви объявили, что будет мое рукоположение, а после этого я сразу перееду в другой город. Когда перед церковью решался вопрос моего рукоположения, мне поставили одно условие — примириться с двоюродным братом. Я очень удивился. После нашей размоловки прошло много время, и я уже было решил, что все само собой наладилось. Мы здоровались и вроде имели неплохое взаимоотношение. Но я понял, что Господу небезразличные такие незаметные грехи. Он свят, и поэтому хочет, чтобы и я был свят во всем. Помолившись, я попросил у брата прощения. Выслушав меня, он тоже попросил у меня прощения. Мы обнялись и от сердца простили друг друга. Как я благодарен Богу, что он пробудил братьев напомнить мне об этой проблеме. Теперь, когда бы мы не приехали в гости к родным, мы с братом всегда искренне радуемся встрече. Да и не стало помех в дальнейшем служении. Вскоре в церкви прошел прощальный вечер. Еще короткое время мы с семьей побыли в родной общине. А потом настал день, когда мы оставили дом, церковь и поехали за 400 километров в город Семипалатинск. Сейчас он называется Семей. Выехав за город, включили кассету с записями прощального вечера. Оля заплакала. У меня тоже на глазах появились слезы, что нас ожидает впереди. Какое-то время на новом месте было очень тяжело. Когда приезжали в гости в родную церковь, люди подходили и спрашивали, Виктор, может вернетесь? Мы любили Зырьяновскую церковь и видели, что и нас здесь любят. А на новом месте было немного трудностей. В сердце закралось сомнение, но потом я вспомнил случай из жизни Михаила Ивановича Хорева, как в детстве он пожертвовал кусочек сыра умирающему соседу. Тот умер, так и не съев его. Михаил Иванович захотел забрать свой кусочек назад, но мама ему сказала, сынок, ты пожертвовал этот кусочек ради Господа, и Бог принял твою жертву, а то, что положено на алтарь, назад никогда не забирается. Этот пример меня утвердил, и я сказал братьям и сестрам, я верю, что вам не легко было послать нас на служение, но вы все-таки отдали нас Господу, и Бог принял эту жертву, а то, что положено на алтарь, назад не забирается. Вот увидите, Бог благословит вас и даст вам еще служителей, а нас он благословит там. В Семипалатинск мы переехали в 2002 году. Тогда у нас с Олей было девять детей. Вначале наша церковь была совсем маленькой. Наша семья, семья, которая переехала из Павлодара, две семьи, которые вышли из зарегистрированной церкви, и еще несколько человек. Со временем церковь увеличилась. Принимали крещение новообращенные, рождались дети. Вскоре в доме брата, где мы проводили собрание, стало тесно. А если нас посещали друзья из Павлодара или из Ирьяновска, то мы вообще не помещались в комнате. Остров стала нужда в доме молитвы. Мы много молились, смотрели участки и недостроенные дома, а также дома, которые можно было перестроить. И вот служитель из Павлодарской церкви однажды привез деньги, которые как раз хватило, чтобы приобрести жилой дом. С какой радостью мы принялись за ремонт в купленном доме. Через короткое время здесь стали проходить собрания. На следующий год в этом молитвенном доме провел служение со скрипичным ансамблем Евгений Никифорович Пушков. А в 2008 году два региона Восточно-Казахстанская и Павлодарская области провели здесь конференцию по благовестию. На сегодня у нас в церкви 40 членов и больше 30 детей, а молодежи больше 20. Раньше мы для проведения благовестия приглашали друзей из Павлодарской церкви, а теперь уже можем обходиться своими силами. Сейчас в Казахстане сложное время, поменялись законы, верующих стали притеснять. Несколько лет назад меня судили и приговорили к штрафу. Так как я отказался платить, у меня в счет уплаты штрафа хотели забрать полдома. С разных мест пошли ходатайства, и на время все утихло. Потом мне сказали, пригоните машину на штрафплощадку, мы ее продадим, из вырученной суммы вычтем штраф, а оставшиеся деньги вернем вам. Опять пошли ходатайства, и вроде снова все стихло, а потом к нам в дом пришли описывать имущество, осмотрелись и говорят, уже успели кое-что спрятать? Я отвечаю, мы ничего не прятали. Ну да, а где телевизор, компьютер? У нас этого нет. Мой ответ вызвал удивление. Распишитесь вот здесь. Нигде я расписываться не буду. Вы еще пожалеете, пригрозили они, а я сказал. В Библии написано, что те, кто касается верующих, касается зеницы ока Божьего, навредив нам, вы будете иметь дело с Богом, а не с нами. После этого разговора нас оставили и опять все успокоилось. Осенью 2011 года к нам в дом молитвы пришли пожарные сделать осмотр на основании протокола, заверенного прокуратурой. Эти люди нашли больше 20 нарушений. Они касаются требований, которые предоставляются к административным зданиям. По этому поводу прошло четыре суда. Два в городе и два в областном центре. В Усть-Каменогорске представители МЧС вели себя вызывающие, говорили много неправды. Таким методом в Казахстане закрыли многие дома молитвы других динаминаций. Дом оформлен как частное владение на мою жену. И по закону власти не имеют права заставлять нас соблюдать требования, которые предъявляются к административным зданиям. Судья вначале относился к нам справедливо, но затем все же вынес решение приостановить эксплуатацию дома до устранения нарушений. Мы сообщили об этом в отдел заступничества, и сейчас никто нас не трогает. Мы очень благодарны Господу Иисусу Христу за большое родство, которое мы имеем благодаря Его голговской жертве. Нам звонят, пишут, шлют посылки, нас любят, и о нас молятся. Недавно с Кавказа звонил брат, поздравил с рождением дочери Машеньки, она у нас 17-й ребенок. И в трубку так громко ободряющий сказал, Виктор, за вас, за Казахстан, молится вся Россия. Так радостно на сердце, что мы действительно не одни. Молитесь о нас, чтобы нам беспрепятственно благовествовать в Казахстане. В селах и городах немало русскоязычного населения, да и среди казахов много тех, кто серьезно задумывается о спасении своей души. А законы ужесточаются, и богослужения по местам все чаще посещают представители власти, которые штрафуют верующих и забирают у них литературу. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Филиппийцам 4.20 Субтитры создавал DimaTorzok